Здравствуйте, с вами психолог Александр Шахов. Сегодня воскресный эфир. Специально делаю утром, для того, чтобы мои слушатели, слушательницы из Дальнего Востока Сибири, у которых другой часовой пояс, смогли присоединиться, задать свои вопросы. Я бы с ними мог пообщаться. Воскресенье, утро. Спешить никуда не надо, наверное, надеюсь. Чем вы занимаетесь в воскресенье утром? Напишите, пожалуйста. Доброе утро. Чем вы занимаетесь? Для кого-то это не утро, для кого-то сейчас день, для Сибири, для Дальнего Востока. Чем вы занимаетесь по утрам в воскресенье? Напишите, пожалуйста. Чем я занимаюсь? Ну, знаете, у меня такое утро, оно... У меня мой распорядок дня, он не определен на рабочие выходные дни. У меня, так как я предприниматель, я сам определяю, когда у меня рабочие, а когда выходные. Иными словами, у меня все время рабочие дни, каждый день. Но есть весомое преимущество в том, что я могу объявить любой день недели в свои выходные, просто сказать, все, я устал, я уезжаю куда-нибудь на дачу. Да, конечно, при возможности. Поэтому каждое утро у меня начинается практически с одного и того же, я встаю и читаю. Я грешным делом люблю почитать в постели по утрам, пока еще тихо, пока все мои домашние спят, включая кошек. Вот, я с утра стою и читаю. Где-то часа полтора-два сегодня перечитывал моего любимого Эриха Фрома и снова много очень мыслей, которыми я поделился на завтраке с своей женой. Сегодня эфир посвящен тому, как наладить взаимодействие в семье, как мы выносим друг другу мозг. И так мы назвали эту тему. Меня предложили мои помощники, Настя Козлова, которая является моим SMM-менеджером и тесно с вами взаимодействует. И вот мы поговорим об этой теме. Хочу спросить, почитать, точнее, ответы на ваши вопросы. Работаю, с удовольствием слушаю вас. Глажу белье. Доброе утро, доброе утро. Вопрос был такой, что делаете по утрам в воскресенье? Сейчас на работе, кто-то в воскресенье на работе. Дальний Восток здесь. По будильнику встала. Помбический психолог. Спасибо большое, очень-очень ценно. Я встал на час раньше ради вашего эфира, поэтому поеду к стоматологу. Спасибо. Этот день для меня ем сладенькое, перегружаясь, разгружаясь до следующей недели. Что вы делаете по утрам в воскресенье? Давайте ответим всем миром и посмотрим, кто что делает. Очень интересно посмотреть, что же другие делают. Режим с сыном включила вас. Хорошо. Выпила вина. Настолько плохо. Миленькая моя, не пейте вина, когда вам плохо. Лучше идите на прогулку. Вино не улучшает настроение. Оно не является анестетиком от эмоциональной боли. Поверьте мне. Лучше либо поспать, либо пойти на прогулку, либо пойти с кем-то пообщаться. Это гораздо лучше. Вино, как психолог, я крайне не рекомендую в качестве анестезии для лечения душевных ран. Астана пишет на работе в воскресенье утром. Готовка и уборка. Рассаду в порядок привожу. Кто-то занимается спортом. Планирую день воскресенья. У нас уже 17 часов. Владивосток, зарядка и завтрак. Есть люди, которые в воскресенье делают зарядку. Представляете? Хорошо, когда дача есть. Наслаждаюсь тем, что уже выздоравливаю. Я тоже наслаждаюсь тем, что в любой день могу позволить себе отдохнуть. Пью кофе на балконе по утрам. Еще в кроватке пью кофе. Утром обожаю заниматься детьми и моей работой. Работаю онлайн как коуч и энерготерапевт. Привет из Нальчика. Каждый день ждем окончания войны с Украины. Доброе утро. Сижу на балконе, любуюсь на горы и пью чай. Зарядка утром была. Я не обсуждаю вопросы конфликта сейчас, потому что я тут ничего не могу сделать. Ребята, я бессильный. Я всем вам сочувствую. Прямо честно сочувствую. Каждый день об этом мы говорим, переживаем. Но я не обсуждаю этот вопрос, потому что сейчас это очень небезопасно, к сожалению. И я, к сожалению, ничего сделать не могу, кроме послать вам лучшей поддержки из своего сердца. Германия. По утрам собираюсь погулять с собакой. Хожу по квартире, перекусы, потом опять ложусь, читаю в постель. В общем, наслаждаюсь выходным. Наслаждаюсь безделием, да? Хотя, кто говорит это безделие? Это отдых. Читаю три мушкетера, пишет Елена. Хм, интересно, молодец. Как вам книга «Радикальное прощение»? Это религиозное, для меня это религиозное чтиво, не имеющее под собой психологическую основу, извините. Собираюсь на тренировку. Думаю, пойти в церковь или к психологу болит душа. Ну, я не смею вам советовать. Читаю про Масарика. Повезло моему мужу, ему мозг никто не выносит. Что вы думаете? Ну, окей, хорошо. Хорошо, спасибо большое за ваши ответы. Сейчас мы поговорим, собственно, о теме, которую я анонсировал. Итак, тема сегодняшнего эфира. Почему, как не выносить мозг друг к другу? Что нужно делать для того, чтобы не выносить? Давайте вообще это выражение разберем. Что значит выносить мозг? Выносить мозг – это значит то же самое, что действовать на нервы, бесить, раздражать. То есть, по сути дела, на языке психологии, уточняем, мы друг друга раздражаем. Мужчины раздражают женщин, имеется в виду в отношениях. Женщины раздражают мужчин в отношениях. Недавние мои опросы, вы можете, те, кто внимательно следит за сторис, следите за сторис. Мы делаем там интересные опросы. Мужчины отвечают на вопросы женщин, женщины отвечают на вопросы мужчин. На основании этого я собираю какой-то материал, пишу статью, провожу статьи, посты, пишу эфир. И вот недавно я написал статью, пост, в которой выделил пять основных таких топ причин или поведений, которые раздражают мужчин. Когда мужчины говорят, что женщина повторяет одно и то же, нудят. Ты там не ходишь на работу, не ходишь на работу. Или когда ты там то-то сделаешь. Когда мы на дачу поедем, когда мы на дачу поедем. Или, например, начинают с критики разговор. Когда ты уже там начнешь что-то дарить цветы, например. Мне сложно сейчас подобрать какой-то пример из личной практики, потому что жена мне мозг не выносит. Она меня не раздражает. Хотя, наверное, я не прав. Есть несколько моментов, которые редко, но возникают. И да, они меня как бы раздражают в некоторых случаях. Но вы должны понять, что это нормальная ситуация совершенно. Что конфликты в семье абсолютно неизбежны. Абсолютно неизбежны. Если есть два человека, конфликты неизбежны. И кто вам говорит, что настоящая семейная жизнь, это жизнь без конфликтов, врет. Либо не знает, о чем он говорит. То есть, такого не бывает. В истории никогда не было. И если вы видите какую-то пару, которая говорит, мы всю жизнь прожили, ни разу не поссорились. Нет, это бред. Либо эти люди врут просто откровенно. Или пытаются выглядеть такими хорошими. Либо они подавляют свои эмоции и просто их не выносят наружу. Но гнев и раздражение внутри есть. Так, какие вещи же нас бесят, какие раздражают? Ну, давайте так. С точки зрения мы такие психологии разберем. Первое, что нас бесит, раздражает, это непохожесть. То есть, если человек чем-то отличается от меня, а имеется в виду, что если у него не такие же вкусы, не такое же мнение, именно в этот момент он хочет не того, чего я хочу, это раздражает. Особенно людей, которые не готовы мириться с этим. Ну, это опять какая-то бананичная, не готовы мириться, раздражает, но не готовы мириться. Это те люди, которые воспитаны в культуре, извините, в культуре нетерпеливости и в культуре эгоизма. Так скажем, в культуре нетерпимости. Вот, к сожалению, я замечаю, что в русскоязычном пространстве такая культура нетерпимости есть. Несмотря на то, что мы многоциональное государство, но вот культура нетерпимости, она существует. То есть, у нас есть очень такая, с точки зрения социального психолога, очень сильная категоризация. Категоризация. Мы людей разбрасываем на категории. Хороший, плохой, правильный, неправильный, патриот, не патриот. Мужчина, женщина. Поэтому у нас есть такое непринятие к людям между, например, гомосексуалисты. Они как бы между мужчиной и женщиной. У нас категоричное непринятие таких людей. Тем не менее, мы все теоретически признаем, что мир цветной, он не черно-белый, он разноцветный. Как радуга ЛГБТ. Это не пропаганда сообщества ЛГБТ. Я к ним нейтрально отношусь, абсолютно не пропагандирую, не считаю, что гомосексуализм нужно выдвигать на первом, в первые ряды. Но тем не менее, вот эта вот культура терпимости, культура толерантности, она очень-очень важна в семье. Потому что без толерантности, без терпимости невозможно сотрудничество. Без терпимости невозможно никакой союз. А что такое терпимость? На чем она основывается, терпимость? Терпимость основывается на глубоком понимании себя. Это удивительно, да? То есть понимание другого человека. Терпимость это, мы воспринимаем терпимость это как терпение. И терпение для нас это, знаете, такая вот вещь, как будто я вот терплю. Вот, например, он кладет, ну вот, например, моя супруга кладет ножи грязные в раковину. Ну, то есть мы грязную посуду иногда в раковину, ну, как бы часто в раковину складываем, потом перекладываем в посуду мою. И вот вилки ножи, вилки, ложки нормально, а вот моя супруга там порежет что-то и кладет нож, ну, столовая, знаете, нож. Как бы не столовая, извиняюсь, кухонный нож. Вот она кладет в раковину иногда, ну, раньше такого. Меня это раздражало. Почему? Потому что ложек и вилок много, если тебе что-то понадобилось, ты открыл, взял чистую, а ножей немного. Ну, сколько их может быть? Ну, у нас там 3-4 рабочих ножа, да. Вот, и когда все 4 ножа лежат в грязной в раковине, там, где уже там лежит что-то жирное и так далее, тебе нужно взять, то есть ты чистыми руками, хочешь отрезать себе хлеб. Хочется взять просто нож, отрезать себе хлеб, но ты вынужден лезть в раковину. Видите, как я разговариваю об этом уже, как мне прет из этого, как я чувствую. Я отмечаю для себя. Но ты вынужден лезть в раковину, брать этот жирный нож, брать губку, тереть его, то есть целая история. Мыть, потом вытирать, вытирать руки. И хотелось вот прям за одну секунду отрезать хлеб чистого ножей. Поэтому я, ну, какое-то время говорил, любимая, пожалуйста, не клади ножи в раковину, пожалуйста, не клади. Но у нее такая привычка, да, то есть была, была. После этого моя супруга прислушалась. Это, так скажем, культурные привычки, которые развиваются в определенных семьях. Например, в моей семье была привычка оставлять посуду на столе. Такая привычка. То есть мы поели, встали, просто и ушли. Эта привычка встала... Еще я заметил о том, что я вот когда приехал к своей бабушке в Иркутск, то есть к матери моей матери, то это была такая чисто деревенская привычка. Много... в деревнях было очень много мужчин. То есть были большие семьи, потому что... Не будем... Я много раз говорил, почему раньше были большие семьи, почему сейчас маленькие. Это чисто экономическая и социальная причина. Ну, и вот просто мужики садились. Причем было так много людей, что женщины иногда не садились за стол вместе с ними. Просто столы были маленькие, ну, помещения. А помещения были маленькие, а мужчин действительно было много. То есть, ну, там вместе с дядьями, там, было там человек по 17, понимаете. 15-17 человек одновременно приезжают и садились за столы, блин, нужно было найти. Это реально те люди, которые живут в доме. В доме, понимаете. И вот мужикам нужно на работу. То есть они пришли, они уставшие пришли на обед. Времени мало, час. Пришли, уже стоят тарелки. То есть, женщины суетятся, им накладывают большие. Они поели, стали, ушли. Никто там, никаких раковин нет, потому что была летняя кухня, знаете. Эту посуду надо было нести, большой бак наливать воды. Нет, просто мужики вставали и уходили. И вот точно так же это было в моей семье. То есть, мама нормально, она говорит, все, поели, встали, ушли. И точно так же мы поели, встали, ушли. Это было как бы нормой. А, например, в других семьях я понимаю, что это не норма. То есть, женщины говорят, убери за собой посуду. Потому что они уже росли в другой системе, в другом культурном коде. Где, там, в какой-нибудь Санкт-Петербургской профессорской семье. Где нужно было встать аккуратно. Где говорили, служанок тут нету. Как бы, господа все в Париже. Сейчас уже это актуально. Это раньше было такое, господа все в Париже, в семнадцатом году. Сейчас господа все в Дубае. Все не патриоты и иные агенты. Ну вот, сейчас можно говорить, господа все в Дубае. Тут нету служанок вам. Поэтому, давай-ка, возьми за посуду. Это раздражает. Мужчина, который воспитан в одном культурном коде. То есть, он это делал много лет. Тем более, в тот период, когда навыки закрепляются. Если человек это делал в детстве. То есть, постоянно. То изменить эту привычку чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. Во взрослом состоянии он поступает так бессознательно. И знаете, вот такое простое напоминание. Перестань это делать. Как это говорит Михаил Мавхобский. Он говорит, если вы один раз сказали человеку, и он не перестал это делать, то вы можете с ним прощаться. Михаил, психология вообще как бы наука утверждает, что мы в один момент не можем изменить поведение. Ну, в общем-то так. Не думайте, что если вы один раз человеку что-то сказали, он изменится. Вообще, изменения проходят пять стадий обязательно. Пять стадий. Согласно психологии изменения пять стадий. Какие? Я разговариваю сейчас вообще. То есть, если у вас есть человек, у которого есть привычки в семье, которые вас раздражают, и вы хотите изменить это поведение. И даже если он сам хочет изменить поведение, это не произойдет ни один, ни два, ни через один, ни через два, ни через пять дней. Он должен пройти пять стадий, в зависимости от его желания и поддержки окружающей. Это может пройти быстро или медленно. Но пять стадий обязательно. Первая стадия. Я думаю, нужно дать им название, потому что им названия нет. Но, в общем, это стадия, когда вы хотите, но не замечаете, но пропускаете. Ну, например, вот вы решили, не знаю, кто-то бросить курить. Или, например, перестать материться. Или записывать свои эмоции, дневник эмоций. Решили это сделать. И все, вы говорите, утром все. Буду записывать эмоции в течение дня. Однако, проходит день, и так как у вас в системе этого нет, это новая совершенно вещь, она сложно устраивается. То проходит день, и вспоминаете вы о том, что вы хотели записать вечером, в лучшем случае. Или утром на следующий день. Думаете, блин, вчера же день прошел, я забыл. Или, например, хотели не курить. И только, вы даже не вспоминаете, вы курите на автомате. Или что-то делаете, материте на автомате. И только после, в конце дня, даже не после того, как покурили, а только в конце дня. Или на следующий день вспоминаете, блин, точно, я же собиралась бросать курить. Да, точно. Это первая стадия, когда вы не замечаете. Есть желание, но пропускаете. Вторая стадия, вы продолжаете думать об этом. Вы убеждаете себя, что это нужно делать. То есть, сохраняется мотивация, если вы на первой стадии еще не сдались. Второй этап, это тогда, когда вы вспоминаете уже после того, как вы это сделали. Покурили, затушили, блин, я хотела бросить курить. Время вспоминания сокращается. Сматерились и подумали, блин, я же собиралась прекращать материться. Или, например, любое действие. Третья стадия, это тогда, когда вы вспоминаете в то время, когда вы это делаете, но изменить это еще не можете. Курите и думаете, блин, я же себе говорила бросить курить. И не можете пока. Докуривайте, но уже без удовольствия. Или, например, материтесь и в этот момент, ага, вот именно в этот момент. Не после того, как вы это сделали, а именно в этот момент материтесь и думаете, я сейчас ловлю себя на том, что я прямо сейчас матерюсь. Но пока изменить это не можете. Это третья стадия. Четвертая стадия, это тогда, когда вы видите, что вы это делаете и можете прекратить. Вы говорите, я матерюсь и все, перестало. Закурили сигарету и, я же себе сказал, не курить больше, затушили ее. И пятая стадия, стадия устойчивой привычки, тогда, когда вы избегаете условий, в которых вы делаете нежелательное поведение. То есть, вы заранее не покупаете сигареты себе, уже заходите в магазин привычно, потянулись за сигаретами и вспомнили, а я не курю. Или, когда вы заедаете, например, эмоции, скоро у меня будет курс по психологическим причинам заедания, не переключайтесь, с моего канала я расскажу вам, предложу вам курс о том, как избавиться от психологических причин переедания. Например, вы переедаете, да? Сказали, я перестану есть сладкое. Таких же пять стадий должно. Вы замечаете? Давайте включу комментарий. Кто замечал, что проходит таких же пять стадий? Например, я не ем сладкое. Все, сегодня не буду есть сладкое. Вспоминать только на следующий день или к вечеру и думать, блин, сколько я сегодня уже съела, да? Следующая стадия, когда вы съели сладкое и вспоминаете, блин, поставьте плюсики, кто у кого есть такая. Следующая стадия, съели сладкое и думаете, а я же себе говорил, не есть сладкое. Третья стадия, когда вы едите сладкое и думаете, блин, ну я же остановиться не могу. Четвертая стадия для тех, кто переступил из этих стадий, когда вы говорите, а я себе сказала, больше не ем. И пятая стадия, когда вы не покупаете уже сладкое, когда эта стадия уже практически устойчивой привычки. Так что это связано, так вот мой курс будет касаться того, как избавиться от причин психологических, которые заставляют вас это делать. Поэтому точно так же нужно рассчитывать, что другой человек, даже если он хочет изменить раздражающее вас поведение, это не произойдет в раз. Это произойдет, пройдя этих пять стадий. Пять стадий. Обязательно. Терпимость основана на знании. Если вы знаете, что вот так будет, терпимость вообще основана на надежде. Я честно вам скажу. Терпимость, терпение основана на надежде, на знании. Надежда это значит предвосхищение результата. Предвосхищение результата. И если вы хорошо понимаете, как тяжело вам лично бороться со своими вредными привычками, вы хорошо понимаете, видите это, то вы будете хорошо понимать и другого человека, как тяжело ему бороться с привычками со своими. Есть такое выражение. Человек, который хоть раз пытался изменить себя, не пытается изменить другого. Человек, который понимает, насколько тяжело изменить себя, понимает, насколько тяжело изменить другого человека, особенно если он не хочет. Понимаете? Вот. Ну вот про алкоголь пишет Танюша то же самое. Да, это про алкоголь такая вещь. Хорошо, вот пишут девочки, подписчики, делятся своими способами решения проблем. Молодцы, молодцы. Итак, первая причина, по которой мы выносим мозг, это отсутствие культуры терпения, терпимости. А терпимость основана на знании и понимании себя. Когда люди не могут терпеть другого, он говорит, я терпеть не могу, когда он так делает. Я делаю вывод, вы не знаете себя именно в первую очередь. Вы не понимаете и не принимаете себя. Если человек не может принять какие-то странности или какие-то недостатки другого человека, он не принимает их прежде всего в себе. Поэтому, когда я читаю в Евангелии это выражение, возлюби ближнего как самого себя, я вспоминаю, возлюби ближнего как себя, не больше, но и не меньше. Но любовь возможна только тогда, когда на знании, она основана на знании. Невозможно любить незнакомца. Можно любить образ какой-то незнакомца, то есть который вы в голове придумали. Но любить можно только того, кого знаешь и причем еще хочешь узнавать дальше. Сейчас выключу пока комментарии, чтобы не отвлекался. Поэтому, вот для того, чтобы устранить причины выноса мозга, то есть многие люди хотят устранить само поведение. Они говорят, ну скажите мне, что бы, дайте мне совет, чтобы он прекратил делать это. То есть они работают с симптомом, с следствием. Если вы работаете со следствием и не работаете с причиной, следствие будет продолжаться. Что является следствием поведения этого человека? Вас раздражает ваша реакция. То есть причина вас. Да, это не отменяет, что он должен изменить, перестать раздражать. Например, мужчины разбрасывают носки грязные по дому. Понимаете? Это вы мне скажете, ну кто-то скажет, есть такие мужчины, точнее психологи, в том числе и мужчины-психологи, которые говорят, ну это твоя проблема, это же тебя раздражает. Нет, это не только ваша проблема. Это просто бескультурия и не отсутствие культуры чистоты поведения мужчины. Безусловно. Поэтому это не означает, что нужно просто изменить свое отношение к этому и позволить вонючей одежде валяться по всему дому. Нет, это не означает. Я противник такого. Это означает, что меняться нужно и тем, и другим. Изменить свое поведение другому человеку возможно только в культуре принятия и уважения. Люди не меняют свое поведение в культуре обесценивания, и они сопротивляются. Если вы будете только тупо орать на мужика, то он будет сопротивляться этому. Есть, конечно, я иногда и сам даю такие советы. Например, если мужчина не моет посуду после себя или разбрасывает грязную одежду, носки, перестаньте собирать. Почему это сделано? Потому что мужчина никогда не сталкивался с последствиями своего поведения. Мама за ним всегда убирала, а он никогда не сталкивался с этой проблемой. То есть он не решал эту проблему самостоятельно. Человек начинает решать проблему только тогда, когда он самостоятельно сталкивается с последствиями. Мужчина разбрасывает грязные носки. Пока вы их собираете и стираете, он с последствиями не сталкивается. Как вы только перестали их собирать и стирать, он сталкивается с последствиями. Какие последствия? Чистых носков нет. И пока человек не сталкивается с последствиями, он не берет ответственность за это. Это категорическая вещь. Потому что ответственность и означает способность переживать последствия. Ответственность за свою жизнь. Люди говорят, возьми ответственность за свою жизнь. Что это означает? Способность предвидеть последствия и их с ними справляться. То же самое. Это значит, что этот мужчина в этом вопросе безответственно ведет себя. Это безответственное поведение. Почему он за это не отвечает? Не переживает последствия. Дайте ему возможность насладиться этим амбре, мужским амбре. Любой мужчина рано или поздно начинает понимать, что это правда. Кто-то, между прочим, я могу вам сказать, кто-то этот вопрос решает, он просто начинает себе... Это очень хорошо видно, как мужчина живет холостяком. Кто-то стирает носки себе одну пару просто на утро. Кто-то пользуется методом околачивания. То есть возникают носки первой, второй, третьей свежести. Помните, как в Мастера Маргарите про рыбу? Вот это там рыба второй свежести. Герой булгаковского романа Мастера Маргарита говорит, дорогой, рыба не бывает второй свежести. Рыба второй свежести, она тухлая. Не бывают носки второй свежести. Они либо чистые, либо грязные. И тут можно... Кто-то скажет, Александр, ну вы же сами говорили, не делите мир на черное-белое, да? Есть много оттенков. Может быть, это все-таки... Возможно, носки серовато, грязноватые. Нет, с носками тут категорично. Нужно применять это. Поэтому я иногда рекомендую человеку воспитывать человека. Это называется воспитание. Относительно животных. Процесс воспитания называется дрессировка. Относительно людей этот процесс называется воспитание. Мы воспитываем детей. Ничем это не отличается от дрессировки. Ничем. Просто слово дрессировка для нас обладает отрицательной коннотацией, потому что мы применяем его к животным. И мы не хотим быть животными. Потому что над животными можно делать что-то, они не понимают этого. А мы люди, мы не хотим быть такими существами, над которыми можно что-то производить, которых можно лепить, которых можно заставлять делать. И в то же время женщина говорит, я хочу, чтобы он перестал это делать. Дрессируйте или воспитывайте. А как вы хотели? Процесс взаимовоспитания неизбежен в семьях. Неизбежен. Моя жена воспитывает меня, я воспитываю ее. Что значит воспитывать? Воспитывать это значит приспосабливать и вырабатывать эффективное поведение в текущих условиях. Воспитание помогает жить комфортней в социуме. То есть есть воспитанный человек, а есть невоспитанный человек. Невоспитанный человек пердит в автобусе. Невоспитанный человек может материться. Невоспитанный человек может почесывать в паху в обществе. Или там например взять снять штаны и обосраться. Это невоспитанный человек. То есть он не выработал в себе привычки такого социального приемлемого поведения. А воспитанный человек этому не делает. То есть у определенного общества есть определенные критерии, причем одновременно существуют. Например, если вы попадете на какую-нибудь коктейльную вечеринку, где есть дресс-код, вы должны прийти в коктейльном платье, мужчины должны прийти в смокингах или в костюмах. И вас не пустят ни в халате, ни в костюме Adidas. Это будет некультурно, вас общество не примет. Вы там не можете себя там орать или вести себя там, танцовать ГПК. Это не принято, общество вас отвергнет. То есть в каждом сообществе есть определенные нормы. Семья это тоже сообщество. Эти нормы, социальные нормы вы устанавливаете вы. И воспитанный человек это тот, кто эти нормы принимает и следует им. Поэтому это неизбежно. Любая семья должна выработать нормы поведения и воспитывать друг друга или самовоспитываться, чтобы в этом обществе быть приемлемым членам общества. Поэтому воспитание это нормально. Мужчины должны воспитывать женщин, женщины должны воспитывать мужчин. В семье. И они оба должны воспитывать детей и прочих кошек. Детей и прочих домашних питомцев. Поэтому это нормально. Но при воспитании мы у дрессировщиков узнаем. Потому что у дрессировщиков очень большой опыт. Идете к любому хорошему дрессировщику кошек или собак. И он вам рассказывает все основные принципы воспитания живых существ. Будь то дельфины, будь то собаки, кошки, мужчины, женщины, разницы нет никакой. Ну, конечно, у мужчин и у женщин большая сопротивляемость. Но поверьте, глядя на результаты политической пропаганды, я вижу, что не так уж сильно отличаются методы дрессировки людей от метод дрессировки обезьян или кротов. Шучу. Не видел никогда дрессированных кротов. Окей. Ну, вот поэтому нормально, нормально, что мы воспитываем. Но и любой дрессировщик вам скажет, что для воспитания нужно терпение. А терпение основывается на глубоком уважении такого человека. У нас есть понимание, что дрессировщик – это такой жестокий человек с кнутом, который бьет и заставляет бедное животное, бедного медведя кататься на велосипеде. Но любой дрессировщик вам скажет, что невозможно добиться никакого трюка или никакого поведения, если вы не дрессируете любовью. В этом смысле, смотрите, Куклачев – добрейшее существо. Кто-то его там говорит, что он измывается над кошками. Ну, вы посмотрите, как он обращается с ними, как он отзывается. Это фанат просто. Он очень любит кошек. И он говорит, только любовью воспитывать, только любовью. Да, там есть момент, связанный с определенной реакцией на нежелательное поведение. Но в целом мотивация – любовью. Она всегда работает. Что в отношении кошек, что в отношении мужчин, а уж тем более в отношении женщин. Любовью – мотивация. Но для того, чтобы проявлять любовь, нужно любить и иметь терпение. Потому что терпение, принятие, толерантность являются частью любви. Невозможно любить и не терпеть. Даже помню какое-то, есть такое целое небольшое произведение вроде христианского одного из святых, который говорил, что любовь долго терпит. Запомнилась эта фраза. Любовь долго терпит. Ну, конечно, как психолог я могу сказать, что, наверное, может быть, это… Если она уж прям сильно терпит и долго терпит, и ей все хуже и хуже, как там у лосю, да, из анекдота. Я все пью, у меня все хуже и хуже, да. Но если ей все хуже и хуже, она все долго терпит, это уже зависимость. Но в целом любовь – это уважение, понимание потребности другого человека, другого существа. Если я люблю кошку, я пытаюсь изучить, что ей помогает и что мешает. Например, вот у меня кошка, у меня две кошки. Одна из них абсолютно ласковая, причем две бурмы абсолютно ласковые, а вторая такая, знаете, музейная кошка. То есть смотреть можно, трогать нельзя. Вот такая она была. Вот, ну, буквально вот смотреть, как только прикоснятся, она сразу убегает. Сейчас она стала другой, сейчас она ластится больше. Почему? Мы давали ей возможность, мы пытались понять, почему она убегает, почему она, на что она реагирует. И вот терпением, лаской постепенно теперь она приходит по утрам, ластится, любит очень гладиться, любит на ручках посидеть. Хотя раньше такого не было. Это означает, что любовь, терпение, понимание дает возможность изменить поведение. Это к вопросу о том, как перестать выносить мозг друг другу. То есть первое, нужно изучать того, кого ты любишь. Если мы говорим про мужчин, значит нужно изучать мужскую психологию. Если мы говорим про женщин, значит нужно изучать женскую психологию. Нужно изучать потребности. Вот как я кошек, я изучаю потребности кошек, понимаю, что они любят, что не любят. И это дает мне большее понимание инструментов взаимодействия с ним. Дает большее уважение. Когда, ну некоторые вот мне пишут подписчицы, что я тяжело переживаю, когда мой питомец умер, например. А те, кто не имеют домашних животных, говорят, что за ерунду, как бы вот, ну это же кошка, это же просто собака. Нет. Для людей, у которых были домашние питомцы, это уже не кошка и не собака. У нас есть такое свойство человеческой психики. Мы переносим человеческие свойства на все. Мы иногда даже, как дети, переносим их на объекты неживой природы. Мы говорим, что вот земля не хочет. Или, например, там природа диктует. Да, мы говорим, что вот, например, там какое-нибудь лекарство отвергает вас. А уж тем более мы переносим человеческие качества на животные. Поэтому для нас эти домашние питомцы уже не животные. Они маленькие люди. Маленькие люди, тем более еще они, так как они беззащитны, то есть они зависят от нас очень сильно. Мы их кормим, мы обеспечиваем их, то мы очень сильно привязываемся к этим маленьким людям, четвероногим. Это маленькие люди. И поэтому, когда они умирают, мы очень тяжело переживаем. И я всех тех, кто не имеют домашних питомцев или не имели такой привязанности, я хочу вам пояснить. Это не простая вещь, это чрезвычайно тяжелая вещь. В нашей семье, например, тоже маленькая молодая кошка умерла, и мы тяжелейшим образом переживали. Я сам рыдал, серьезно говорю, рыдал в машине, когда мы отдавали эту кошку на усыпление, потому что уже никак нельзя было прекратить ее страдания. Это была жесточайшая драма человеческая, потому что мы привязались к ней. Тем более, знаете, когда питомец болеет, и ты хочешь облегчить страдания. Это показ человечности. Ну так, переходя от этих вещей, я хочу вам сказать о том, что любовь – это способность уважать и прежде всего изучать живое существо. Когда женщины мне говорят, как мне сделать, чтобы муж или мужчина сделал вот так, я понимаю, что вы любите себя больше, чем его. Недавно меня поразил этот вопрос. Ну, как он поразил? Он известный уже. Девушка пишет. У нас идеальные отношения с молодым человеком, но иногда я плачу за себя сама. А хочу, чтобы он всегда это делал. У меня есть ощущение, что такая вот просто вот есть пунктик в голове. Я просто так решил, чтобы это было всегда. Почему, почему всегда я хочу вспомнить? А почему всегда? То есть вы хотите использовать на самом деле. Хотите такая, чтобы машина была, что мужчина был такой машиной, роботом, чтобы всегда это... То есть вы подходите к автомату сгазированной... Я все время вспоминаю, давно уже не вспоминал, но все время вспоминаете. Помните, раньше такие большие автоматы были с газировкой? Кинул 3 копейки и вам сладкая вода пошла. Раз в стакан и все. И сколько бы раз вы 3 копейки не закинули, всегда есть сладкая вода. 3 копейки сладкая вода. И вот это показатель того, что если вы хотите, чтобы человек другой, ну внутренне настроенный, ожидаете, что человек будет таким автоматом с газировкой, каждый раз, когда по дешевке что-нибудь, 3 копейки что-нибудь сделали, и он вам выдал сладкую газированную воду, удовлетворение ваших потребностей. Это эгоизм чистой воды. Такое махровое себя любви, что невозможно с таким качеством, с таким качеством характера, с таким отношением жизни построить настоящую семью. И это будет постоянным источником беспокойства и страданий ваших же. Потому что люди не готовы быть автоматами с газировкой. Это относится точно так же, как и к мужчинам. Мужчины думают, что вот они просто приходят, и за то, что они просто есть, женщина будет убирать, будет стирать, будет давать секс, 3 копейки там бросил какой-то и все, свою там, 3 минуты бросил свою, и думает, что она за это время там, за эти там его 3 минуты удовольствия, которые он же испытывает в сексе, она будет стирать. Нет, это... И женщина не протестует против меня, она говорит, я как кухонный робот, я как посудомойка, то есть я как бы обслуживающий персонал. Нет, это не любовь на самом деле. Это чистый эгоизм, себелюбие, абсолютный махровый эгоцентризм. Это будет доставлять страдания самому эгоисту. Сам эгоист будет страдать. Он будет страдать прежде всего, знаете, от чего? От неудовлетворенности и одиночества. Потому что от того, что он по-настоящему не любит, он не может испытывать любовь. Любовь это же такой двусторонний процесс. То есть это канал открывания. Когда вы открываетесь другому человеку, то есть вы открываете свое сердце, отпускаете любовь, свет этот пуск... По этому же каналу должна идти назад любовь. Это как бы, ну как это сказать, не знаю. Представьте себе трубу, ну трубу, которой я могу своей жене в трубу говорить, да, слова любви. То есть отгородиться от всего мира, в эту трубу говорить на другом конце. А на одном конце я, на другом она. Вот по этой трубе я и говорю что-то, но по этой трубе и она же мне что-то говорит, понимаете. То есть если я открываю этот канал любви, луч любви, по нему даю любовь, по нему же я могу получать любовь. И если я не люблю кого-то, не даю ему это, то я и получать не могу. Поэтому эгоисты, которые не могут отдавать, они ничего и не получают. И у них постоянная проблема одиночества и неудовлетворения. Эти люди постоянно ищут новые и новые, как правило, физические удовольствия. Просто секс, просто пожрать, просто выпить, напиться. Просто как... То есть нет настоящего глубокого удовлетворения. Настоящее чувство счастья приходит через эмоциональное удовлетворение. Потому что счастье это категория эмоциональная, не физическая. От того, что вы пожрете, вы счастливы не будете. И, конечно, если вы не ели 7 дней, поели, то это удовлетворение физиологических потребностей. Но счастье настоящее, которое, возможно, переживает без необходимости постоянно жрать, спать и совокупляться. То счастье, которое вы можете просто сидеть и быть счастливым. Вы можете сидеть в одиночной камере и быть счастливым, если вы любите кого-то и вас любят в ответ. Вы можете быть голодным, но счастливым. Есть люди, которые специально создают для себя физические дискомфортные условия, но становятся счастливыми. Альпинисты. Представьте себе, альпинист заберяется на Эверест. Да. Там условия смертельные. То есть обычный человек в этих условиях, там свыше 5000 метров, он начинает умирать. Там кислородное голодание, там определенный уровень давления. Человеческий организм просто тупо начинает умирать. Эти люди идут несколько дней там к вершине, умирая, просто добровольно умирая. Представляете себе? Идите себе прищемите палец дверью и попробуйте испытывать от этого счастье. А вот эти люди, они не палец дверью себе прищемляют, яйца дверью начинают прищемить. Прищемили, и при этом они испытывают счастье, да? Ну, отчем... Вот. Они идут, они страдают ради вершины, испытав это счастье, спустившись. Они счастливы в процессе, когда они страдают. Вот что такое счастье. Ощущение счастья. И это ощущение возможно только в социуме, по-настоящему. В социуме имеется в виду при взаимоотношении с другими людьми. Потому что мы, как Аристотель сказал, и Жан-Жак Руссо подтвердил, человек – это социальное животное. С одной стороны, у нас есть часть животного, большая часть, но с другой стороны, мы социальные, мы постоянно взаимодействуем с другими людьми. Поэтому, чтобы избежать, возвращаясь к теме нашей, да, как избежать раздражения, переносить мозг, прежде всего нужно в себе вытравить эгоизм. А что такое, как это выставить эгоизм? Все очень просто. Эгоизм – это неспособность, неинтерес к другому человеку. Отсутствие интереса к другому человеку называется эгоизмом. Я не говорю про любовь. Любовь является следствием. Вы знаете, что уважение – это часть любви. Вот если человек просто уважает другого человека, я уже называю это любовью. То есть, любить людей – это означает просто тупо уважать. Но уважать – это означает интерес к тому, что он сейчас думает, что он сейчас чувствует. И воспитанные люди, они уважают и проявляют интерес другим окружающим людям. Этот человек громко не разговаривает. Например, в немецких поездах запрещено разговаривать по телефону. Громко. Прямо есть вагоны, в которых написано. Не разрешается говорить по телефону. Абсолютно. То есть, вообще. У нас, я помню, в российских поездах есть такая попытка, такая написана, шильдики тоже есть, объявления небольшие. Не разговаривать по телефону. И знаете, что делают люди первым? Начинают разговаривать по телефону. Больше того, есть люди, которые абсолютно не понимают. То есть, настолько бескультура необразована, когда они включают, просто смотрят какое-то видео на телефоне и включают громко звук, вместо того, чтобы в наушниках слушать. Что это такое? Это абсолютный неинтерес, отсутствие интереса к окружающим людям. Отсутствие абсолютно неуважения. Что мы можем об этом сказать человеку? Он эгоистичный. И значит, он несчастный. Абсолютно несчастный человек, который будет страдать и который будет пытаться отсутствие вот этого чувства любви, и ощущение связи с другими людьми, пытаться компенсировать примитивными физическими удовольствиями. Пожрать, поспать. Ну, такого рода люди еще любят принизить окружающих. Поэтому критиковать, оскорблять, выискивать недостатки, распространять слухи – это неотъемлемое качество эгоиста. Казалось бы, какое это имеет отношение к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего эфира по поводу того, как перестать бесить и выносить мозг? Самое непосредственное. Если вы замечаете в вашей семье, в себе или в другом человеке, такие качества, это означает, что не хватает одной вещи – знания. Нежелание узнавать другого человека. Как только вы начинаете узнавать другого человека, у вас просыпается интерес и уважение. Я видел… Есть такой небольшой американский фильм документальный, когда… социальный эксперимент в области социальной психологии. Берут двух людей, которых интервьюируют, и они высказывают противоположные политические или религиозные точки зрения. То есть берут одного человека, который говорит, я геев ненавижу, это извращенцы, уроды. И второго человека, я гей. То есть я вот как бы такой… И их, они, ну не как бы, не зная друг друга, им предлагается вместе что-то сделать. Ну, то есть там есть какие-то упражнения, там куб собрать, или там собрать, например, там шкаф из мебели Икея. Вот, их вместе. Они сначала не знают, когда они заходят, он говорит, здравствуйте, я там хан, его просят сказать, какие ваши убеждения? Он говорит, я ненавижу геев. Второй говорит, привет, я гей. Ну, и под камеру они начинают что-то вместе делать. И когда они вместе что-то делают, они друг другу вопросы задают. И знаете что? Там есть, там, ярая феминистка были, и мужчина, который говорит, что феминизм это просто бешеные женщины, бабы, которые с бешеной маткой, которые, которых надо вешать на каждом столбе. И вот их вместе соединяют. И они начинают. И вот точно так же, там, человек, который говорит, я считаю, что белая раса лучше всех, и там приглашают негра. Вот, и они вместе начинают делать. То есть люди разных, разный точек зрения. И когда они лично с друг другом встречаются, задают вопросы, взаимодействуют, они вынуждены вместе делать. Потом их спрашивают после, там, одно упражнение, два испытания какие-то делаются. И их спрашивают, что вот сейчас произошло с вами? И вот эти люди, имеющие категоричные, неприемлемые, ненавистнические, раздражающие, выносящие мозг, убеждения, оказывается, их меняют. Очень короткий срок. Почему? Потому что они лично узнают другого человека. И видят, что другой человек, несмотря на противоположную точку зрения, остается человеком. Интересным человеком. То есть, вот, причина того, что мы раздражаемся, причина того, что мы не переносим других людей, заключается в том, что мы глубоко не интересуемся другими людьми. Мы не хотим их узнать. И как мы только их немножко лично узнаем, взаимодействуем с ними лично, в нас рождается как минимум уважение. Это не означает, что мы будем любить гомосексуалистов, но как минимум уважать, принимать. Это не означает, что я буду там с ярым защитником каких-то других наций. Нет. Но я буду их уважать. И это первая стадия любви. Я считаю, что это первая стадия любви. Это основа любви, уважения. Без уважения невозможна любовь. Если мужчина матерится, оскорбляет, если женщина, как бы, ну, там, мужики все, козлы, сволочи, все бабники, вот это вот базовое неуважение, оно не может не проявляться в поведении. Не может. Наше отношение проявляется в невербальных сигналах. Я уже много раз доказывал. Покажу вам еще раз. Для тех, кто, может быть, недавно со мной. Смотрите, я могу сказать. Простая фраза. Я люблю тебя. Я могу ее сказать. Но люблю я тебя, люблю. Но люблю я тебя, люблю. О чем я сейчас говорю? Я вообще включу комментарии. Как вы думаете? Вот такая фраза. Любой компьютер, любой компьютер, проанализировав мою речь, и если ему зададут вопрос, сообщите, о чем, в смысл, в чем смысл этой речи, в чем смысл этих выражений. Любой компьютер скажет, речь идет о любви. Что вы слышите? Что вы слышите? Какое здесь есть послание? Пофигизм, вымоченная фраза. На, кто-то пишет прямо, как бы, отстань, но использует мат для этого. Достала меня, задолбала, типа. Лишь бы отстала. А, смотрите, отвяжись. А смысл-то прямо противоположный? Смысл противоположный? Как так? Вы можете говорить, я ему говорю, что я его люблю. Или там, мужчина говорит, я тебе говорю, что я тебя люблю. Ну, люблю я тебя, люблю. А женщина говорит, а я не чувствую. Он говорит, а что тебе еще надо? Что тебе еще надо? Я тебе сказал, что я тебя люблю. Цветы подарил его тебе. Гвоздики соврал вот-вот. Подобрал с кладбища. Ты же цветы хотела. Я тебе сказал, люблю, что ты хочешь еще от меня? Да? А в чем, чему мы верим? Мы верим не словам. Мы верим интонации. Мы верим тону голоса, темпу речи, мимики, выражением, позе тела. То, что называется в психологии невербальным сигналом. Вербально это слова, невербально это не слова. Понимаете? Так вот, а что, а вот эти вот, на эти невербальные, то есть мы верим невербальным сигналам, а эти невербальные сигналы являются проявлением чего? Моего отношения. Мы верим им больше. Мы верим тем эмоциям, которые проявляются через невербальные сигналы, через мимику, через тот голос. понимаете поэтому важно ваше отношение если вы раздражены то даже когда вы приготовите жареную картошку это будет проявляться вот этим не люблю я тебя не люблю на жареную картошку сожжи что-то сдох вы будете это делать с таким лицом как я называю с противозачаточным с таким лицом вы можете говорить о том-то любимый я тебе приготовил эту любимую жареную картошку я утрирую конечно сейчас но это будет проявляться потому что эти небольшие мелкие сигналы они постоянно проявляются иные иные словами если вы будете эмоционально то есть не следить за своими эмоциями если вы будете чувствовать раздражение это будет видно как женщина очень чутко видеть состояние мужчины если я вдруг если я вдруг недоволен женой но чем недоволен женой жена сразу ведь а что нас происходит поэтому это очень важный вопрос который нужно научиться сдаваться задавать супругом друг другу что происходит сейчас то есть а что блин сейчас происходит нет нужно из чувства уважения а что сейчас происходит скажи мне пожалуйста вот что у нас что между нами сейчас происходит чем я сейчас могу помочь и обязанность каждого супруга это прям условия правила игры рассказать что сейчас происходит иногда и такие правила сами не выполняю кстати знаете знаменитые выражения девиз обучая учусь я когда обучаю других я сам учусь отмечая все время перекладываю на себя когда я говорю так я сам выполняю это понимаю что не всегда вот и делаю для себя вывод нужно это делать и чтобы это делать должно пройти пять стадий помните в самом начале говорил вам поэтому раздражение это внутренний вынос мозга если вы не хотите выносить мозгу мужчине не хотите выносить мозгу мужчине значит следите за своим эмоциональным состоянием потому что ваше эмоциональное состояние будет проявляться в вашем поведении вашей интонации вашей речи как и как изменить это интересом глубоким интересом к вашему мужчине если вы не знаете мужскую психологию если вы не интересуетесь мужской психологии не интересуетесь почему мужчины так поступает или иначе невозможно это сделать недавно я записал это видео скоро вам покажу мы недавно женой были во франкфурте и и попали в такой в день прямо в такой день когда франкфурт футбольная команда франкфурта играла в финале футбольного одному из футбольных соревнований против глазга в уэфа это было впервые за 42 года франкфурт вышел в финал и мы оказались во франкфурте в этот момент знаете что мы издали услышали просто вот идем по городу и по центру такой рев знаете вот просто молодые мужчины молодые мужские голоса мы подходим на площадь а там собирается просто тысячи футбольных фанатов которые орут пьют пиво и зажигать фальшвейерами и окружены полицейскими которые кричат вы вы лучшие фанаты франкфурта пожалуйста ведите себя культурно вот я записал там видео и я вам покажу я я почему записал я сказал если вы уверены что мужская и женская психология одинаковы покажите мне такое же женское собрание например день на показе моды где-нибудь да там высокой по где там какой-нибудь карл лангерфельд лангерфельд например представляет какой-то новый новую юбочку когда женщины собрались такие вау 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 юбка новая фальшвейеры жгут такие пиво распевают такие покажите мне хоть это одно покажите мне вот такие собрания почему их нет почему их нет потому что мужская и женская психологии разные мы по-разному реагируем и проблема с которой я борюсь мы все понимаем что мы разные мы не понимаем насколько мы разные и поэтому если женщина хочет перестать раздражаться на своего мужчину перестать чтобы он ей выносил мозг и она ему выносила мозг нужно изучать мужскую психологию и как мужчина нужно изучать женскую психологию то же самое здесь в равности я не я не не такой психолог который говорю что от женщины все зависит не я говорю в равной степени будьте добры пожалуйста но так как я так как психологии больше занимаются женщины я объясняю это почему почему психологии больше увлекаются женщины ну самое простое объяснение что они умнее потому что тот кто изучает психологию понимаю что может влиять на других людей мужики очень хотят влиять на других людей но они хотят влиять на них самыми примитивными способами силой угрозами И это самый тупой и самый примитивный способ влияния на других людей. Можно запугать и какое-то время держать в подчинении людей, но они обязательно в спину тебе ударят. А вот женщины, они умнее, они понимают, что для того, чтобы влиять на других людей, нужно связать психологию. Потому что есть другие способы мотивации. И поэтому женщины изучают психологию, а мужчин нет. Поэтому в этом смысле у женщин преимущество. Если вы будете знать мужскую психологию, то вы сможете влиять на мужчин. А если мужчины не знают женскую психологию, то они не смогут влиять на вас. Те, кто хочет изучать мужскую психологию лучше, я приглашаю на вебинар, который пройдет, кстати, завтра, в понедельник. В моем сторис есть ссылка на регистрацию. Бесплатный вебинар называется «Идеальная женщина. Мужской взгляд». То есть, как мужчины смотрят на женщину. Очень важно женщинам узнать, как мужчины видят вас. Например, я вижу, что женщины одеваются, то есть их мода, она абсолютно противоречит мужскому представлению о женской красоте. Просто, просто я вижу это. Вот эти всякие там, вот эти вот рюшечки, там, жабо, там и так далее. И все. Это максимально противоречит. Это мода, которая делается, так скажем, геями для женщин, чтобы женщины были, ну, как бы, чтобы женщины думали, что они одеваются для себя. Женщины одеваются друг для друга. Они смотрят, какие у кого туфельки, какие у кого, там, платьюшко и, там, завидуют, обсуждают что-то. Но, если вы хотите нравиться мужчинам, то я вам скажу, что это абсолютно другое представление. Если вы хотите понимать, как видит мужчина женщину, какие качества он в ней хочет увидеть, приходите на вебинар. Это бесплатный вебинар. Прочитаю. Он не будет в инстаграме, он будет на отдельной площадке. Вам нужно зарегистрироваться, чтобы прислали на почту приглашение. Приходите на вебинар, который будет в понедельник. Записаться можно в моем сторис, увидеть ссылочку или в моем профиле по ссылке. Вот поэтому так. В целом, подведем итоги нашего сегодняшнего эфира. Если вы не слушали сначала, рекомендую очень послушать. Наш эфир назывался «Как перестать выносить мозги». Почему люди выносят мозг друг к другу, и как перестать это сделать. Я не стал разбирать причины, то есть следствия. Мужчина трындит или не выполняет свои обещания, или женщина претензии предъявляет. Я сразу спустился к причинам. Почему это происходит? Причина происходит потому, что мы раздражаемся, потому что мы нетерпимы к поведению другого человека. Мы нетерпимы к тому, что человек другой, разный. Он отличается от нас. Почему этой терпимости нет? Потому что нет желания интересоваться другим человеком. Есть эгоизм, который говорит о том, что я хочу использовать другого человека. Например, женщина хочет использовать мужчину, чтобы он, как автомат, зарабатывал деньги, помогал в воспитании детей, гладил ее по головке и приносил ей цветы. То есть быть таким, не интересоваться им. Чего я буду там? Он там какими-то самыми компьютерными играми интересуется, или что-то там с какими-то пацанами своими пьет. Мне это абсолютно неинтересно, чем он там занимается. Ты когда будешь ведро выносить? То есть это не интерес к личности, это интерес к функции. То же самое и мужчины делают. Они говорят, так, короче, пожрать приготовь, постирай, секс мне дай, все остальное мне не интересует. Это не любовь. Это эгоизм. Поэтому причина этого глубокий махровый эгоизм. И чтобы преодолеть эту причину, нужно интересоваться другим человеком. Интересоваться, что он любит, что он не любит. И вот просто из этого интереса, из изучения другого человека, рождается интерес и уважение. А уважение ведет к тому, что это есть фундамент любви, и уважение к тому, что ты начинаешь терпеть и понимать другого человека. Терпение основано на понимании. И когда возникает понимание, уходит вот эта тема раздражающая выноса мозга. Больше того, когда вы начинаете любить другого человека, уважать, вы можете его перевоспитать. Дрессировщики говорят о том, что воспитание, ну мы говорили, что дрессировка относительно к животным, а воспитание к людям, то при наличии уважения и понимания его природы, можно его перевоспитать. А это значит, что он изменит свое поведение. Мы склонны менять свое поведение для тех, кто нас любит. Вот вам фраза. Мы склонны изменять свое поведение ради тех, кто нас любит, ради этой любви. Ребенок действует так, как хочет мама, за то, что мама его хвалит. Мужчина готов на подвиги ради восхищенного взгляда женщины. Женщина готова на любые аскезы и лишения ради того, чтобы мужчина ее обнял, сказал, ты самая лучшая, ты самая красивая. Мы меняем свое поведение ради тех, кто нас любит. И если вы хотите, чтобы мужчина изменил свое поведение, вам нужно узнать его психологию, глубоко полюбить, потому что невозможно полюбить того, кого не знаешь. Именно поэтому я призываю изучать мужскую психологию, как и мужчин призываю изучать женскую психологию. Ну что ж, я сейчас готов ответить на ваши вопросы. Познавательная такая информационная часть закончилась. Сейчас давайте пообщаемся с вами. Я люблю Леночку, ради нее смотрю ваши эфиры, чтобы понять ее и избавиться вообще от ссор. Молодец. Это очень достойное для мужчины занятие. Раньше достойное для мужчины занятие было убивать других мужчин. Сейчас мы понимаем, что это максимально недостойное занятие. Убивать других людей максимально говеное, извините за выражение, дерьмовое занятие. Убивать других людей максимально дерьмовое занятие. Максимально дерьмовое занятие. Кто скажет, а как же военные? Военные защищают, но военные не должны нападать. Поэтому убивать других людей максимально дерьмовое. Кто призывает убивать других людей? Максимально дерьмовый человек. Максимально дерьмовый. В моем понимании. В моем понимании пацифиста и гуманиста, люди, которые призывают убивать по любым основаниям, являются максимально дерьмовыми. Говенными, говном наполненным от самой глубины. Поэтому мужские занятия сейчас – это поддерживать мир. А мир поддерживать гораздо сложнее, чем убивать других людей. Гораздо сложнее. Мир означает, что нужно совершенствоваться самому. Для того, чтобы убивать других людей, нужно всего лишь одно. Нужно просто отдаться животному порыву агрессии. Он присутствует в любом животном. А вот для того, чтобы устанавливать мир и поддерживать мир, нужно оставаться человеком. А это далеко не каждому дано. Потому что, чтобы оставаться человеком, нужно работать над собой. Как говорил Чехов, дужа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Поэтому те, кто развязывают войну, и те, кто воюют, следуют этому и поддерживают войну – это не люди. В том смысле, что биологически-то они хомо сапиенс, но с точки зрения моральности, с точки зрения гуманизма – хуманис, с точки зрения человечности – это не люди. Поэтому мы говорим, что если двое людей дерутся, они ведут себя как животные. Я к этому так отношусь. Но я могу еще понять спорт, хотя я тоже к нему так. Несмотря на то, что я спецназом, несмотря на то, что я мужчина. Я считаю, что… Я перерос это, наверное. Я считаю, что вот мужчина, который изучает психологию, пытается договориться, пытается понять, что нужно другим людям, понять, как установить мир во всем мире или просто в семье. Он гораздо более мужчинистее, мужественнее. У нас, в нашем патриархальном сообществе, почему-то есть представление, что чем агрессивнее мужик, тем он маскулиннее. Есть такое понятие сейчас в социальной психологии, в современном мире – токсичная маскулинность. Токсичная – значит ядовитая. Ядовитая маскулинность, ядовитая мужественность. Ну, назовем это так. Дерьмовая мужественность. Вот это будет понятно. Может быть, не совсем научно-психологическое понятие, зато очень понятное для бытового. Дерьмовая мужественность. Мы можем даже сказать, что дерьмо-мужик. Дерьмо-мужик есть такой. Или там говно-мужик есть такие. Вот, говно-мужик. Говно-мужик, кто такой говно-мужик? Говно-мужик, он считает, что сила решает все. Он любит символы силы. Он любит агрессию. Он любит всем угрожать. Он любит устанавливать свои правила, диктат. Это говно-мужик. Дерьмо-мужик. Потому что настоящий мужчина понимает, что насилием мы множим проблемы, а не решаем. Насилие никогда не остается безнаказанным. Насилие никогда не остается без ответа. Если я применил насилие, вторая сторона будет думать, как мне ответить насилием. Я снова насилием. Это бесконечный процесс. Насилие это путь в никуда. Насилие это тупиковый путь. В конце концов, обе противоболствующие стороны в конфликте приходят к тупику. Знаете этот тупик, чем заканчивается? Физическим уничтожением просто. То есть нужно просто кого-то уничтожить. Я могу сказать, что это не заканчивается. Потому что даже если я убил врага, у врага останутся множество тех людей, которые захотят отомстить. Отец, дочь, друзья. Я умножил количество проблем. Это тупик. Насилием проблемы не решаются. Насилием проблемы умножаются. Умные люди это понимают. Кто не понимает? Психи и дураки. Психи и дураки. Психи управляют дураками. Поэтому есть такое понятие. Психи диктуют. Дураки и дураки верят. А психи у них просто крыша съехала. Ну вот давайте посмотрим там Игра престолов. Помните там вот этот вот Джоффри сумасшедший молодой садист. Да. Смотрите, а люди его боятся и поддерживают. Да, в конце концов это привело к тому, что его там отравили. Но вот его слушали. Кто его слушал? Те, кто боялся, дураки. Ну а дураки иногда еще вдушевленные бывают. Хуже нет ничего, как вдушевленных дураков. Ничего нет. Хуже вдушевленных дураков. Поэтому я считаю, что вот ты старина, когда ты хочешь узнать женскую психологию, ты проявляешь самые настоящие мужские качества. Потому что знание и стремление к миру, к пониманию, это настоящая мужественность. Ни ядовитая, ни дерьмовая мужественность, которая ведет к демонстрации. Я сильный, я самый могучий. Это дерьмо мужики просто. Это от комплекса неполноценности. Почему так это делает? Мужчина чувствует внутри, что его, ну как бы считает, что его не уважают, что его не за что уважать. И он хочет компенсировать это. Он хочет доказать всем. Он хочет, чтобы все смирились вокруг. Чтобы все легли на колени, чтобы целовали ему жопу. Вот. И он хочет вот этого. Это компенсация. Это говорит о внутренней глубокой неуверенности человека, мужчины. Мужчина уверенный в себе, спокоен. Мужчина уверенный в себе, миролюбив. Уверенный и сильный мужчина не решает вопросы силой. Уверенный и сильный мужчина решает вопросы миром, переговорами и пониманием, изучением другого человека. Вот кто такой настоящий мужик. А не тот, кто играет мышцами, кричит, что я всех убью, дерется и ведет себя агрессивно. Шакалы и шавки, любая шавка даст фору. Знаете, маленькая собачка вот такая, которая гавкает постоянно из-под забора. Она точно такая же. То есть она, ты знаешь, даже она фору даст, потому что любая шавка гавкает без остановки. И то же самое, что такие мужчины. Угрожают, гавкают друг на друга. Любая просто шавка. Задали уже 150 вопросов. Кто-то пишет в претензии. Кто-то решает мной управлять. 150 вопросов задали. Мне неинтересно, что вы говорите. Это означает, что вам глубоко неинтересно то, что я переживаю. Это то, о чем я говорил сегодня в эфире. Если вы глубоко не пытаетесь понять меня, почему я должен глубоко пытаться понять вас? Вы хотите меня использовать? Вы хотите, чтобы я просто отвечал на ваши вопросы? Вы не хотите понять меня? Если вы не хотите понять меня, значит вы не уважаете меня. почему вы рассчитываете на то что я буду уважать вас это это практическое применение от того что я сейчас вам рассказал мне нет претензий к вам пожалуй я понимаю что у вас есть запрос я сказал что я отвечу на вопросы но это означает что я выбираю на какие вопросы отвечать такие не отвечать я просто прошу вас имейте терпение давайте поотвечаем blitz отвечая короткого коротко на вопросы как проработать эгоизм это что я считаю себя всегда правой фраза либо ты миришься либо нет это прям про меня внутри ведь я сама знаю что нужно меняться голубушка я хочу вам сейчас сказать вот тех у кого есть такая проблема кто считает что я либо права либо нет или бы человек либо прав либо я прав либо он прав что не бывает вот истины посередине кто внутри считает кто вот считает что вот нетерпим и поставьте сейчас плюсики я просто сейчас проведу небольшой эксперимент поставьте плюс кто честно думает что вот ну блин ну вот я довольно категоричный человек либо вот либо так либо по моему или никак поставьте плюсики пока не выпьем вот сейчас те кто поставил плюсики один плюсик один плюсик а я теперь хочу знаете я хочу такой сейчас сделать такую психолог психоаналитический прогноз вы знаете вот те люди которые считают что только они должны быть правы я хочу вас вам сказать о том что вы скорее всего жутко 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 не уверены в себе ну то есть вы внутри считаете что вы не совсем хороший человек далеко если это правда поставьте два плюсика то есть плюс если вы чувствуете что вы у вас есть эгоизм и что у вас внутри второй плюсик если вы чувствуете что вы очень ну такой не не совсем правильный человек что что у вас есть что у вас есть глубокие изъяны в психике вот если вы так вот считаете вот причина понимаете то есть это причина причина того что либо так либо никак это это по поп попытка решить ваше беспокойство потому что когда вы говорите либо так либо не так это какая-то знаете такая стабильность вы решаете это то может быть только так а когда это не так это неопределенность а если это неопределенность на что вот во время определён неопределенности опереться только на себя а в себе то вы не уверены поэтому эгоист это глубоко неуверенный в себе человек и И поэтому эгоист это тот, кто себя не любит. Кто-то говорит, ну многие говорят, эгоист это тот, кто только себя любит. Нет. Я говорю, что эгоист это человек, который себя не любит. Эгоист это тот, кто презирает себя на самом деле. И в чем проблема эгоизма? Эгоист это человек, который хочет только принимать любовь. Но так как он себя не любит, это как ведро без дна. То есть сколько туда воды не лей, сколько любви внимания не давай, оно не наполняется. И так как оно не наполняется, человек не может почувствовать удовлетворение от любви других людей. Поэтому он все время требует и требует и требует. А почему это ведро без дна? Почему? Потому что есть обесценивание. Потому что, вы знаете вот эту историю, вы красивая, да какая я красивая. Ты там кандидат физических наук, да я же глупая. Понимаете? Вот такая история. Откуда это? Это из детства, это установки. Это мама говорила в детстве, это в школе говорили. То есть есть установка относительно себя, и я как бы обесцениваю свои собственные достижения. У кого есть такое? Поставьте десятку. Кто обесценивает собственные достижения? Кто говорит, например, да какая я, у меня двое детей, ну какая я вообще женщина? У тебя двое детей, милая. Ты что? Ты двоих детей родила? Двух людей замечательных. Да какая я там, вот, ну подумаешь, я там была руководящая должность, но я же не руководила там Газпромом. Понимаете? Вот такая история. Поэтому, чтобы избавиться от эгоизма, как ни странно, нужно по-настоящему полюбить себя. А полюбить себя, не только себя, потому что если вы себя полюбите, вы полюбите других людей. Полюбить себя, это означает принимать свои достоинства, принимать свои успехи и недостатки одновременно. У меня есть достоинства и у меня есть недостатки. Я их принимаю. Это не означает, что я остановился в развитии. Это означает, что я зафиксировал и сказал, что это есть. Большинство людей не хотят принимать правду о себе. Они думают, что это изменить нельзя. Они говорят, если я ленивый, значит это изменить нельзя. То есть, они боятся просто себя назвать. Они говорят, я ленивый человек. И это как бы, знаете, как клеймо. Ленивый, все. Если ленивый, о, нет, все, ленивый с тобой уже невозможно как бы общаться. Все. Изменил один раз, совершил ошибку человек. Не только про измену, любая ошибка. Все, ошибка, клеймо. Знаете, вот как на кожу животного раскаленным клеймом железным ставят. Невозможно это стереть никак. И вот у нас вот эта вот стигматизация, шельмование, клеймо, оно глубоко внутри. И поэтому мы совершили, я совершил ошибку, клеймо, стереть нельзя, никак нельзя исправить. Вот от этого нужно избавиться. Нужно понять, что как бы я себя не назвал ленивым, трусливым, недоверчивым, эгоистичным, это можно изменить. Но нельзя изменить то, что вы не признаете. Нельзя изменить то, чего нет. Если вы это не признаете в себе, не принимаете, что это точка отчета, это нельзя изменить. Нет, я не ленивый. Это как вылечить алкоголика, который не признает, что он алкоголик. Вот этот принцип первый. В чем проблема у людей с любыми зависимостями? Она загнозия. Она загнозия. Оно загнозия, то есть не отрицание, а отрицание знания. Это любой психиатр, любой психолог вам скажет. Человеку говоришь, что ты алкоголик? Он говорит, нет. Ты бухаешь каждый вечер. Ну, я не алкоголик. Ну, смотри, есть полно других. Я в любой момент могу остановиться. Любой наркоман, любой игроман, любой человек, у которого есть зависимость, первое, что он говорит, он отрицает наличие этой проблемы. И поэтому, для того, чтобы изменить это, нужно признать наличие, тогда можно меняться. Потому что пока вы не признали, нельзя ничего изменить. И поэтому, что делают алкоголики на собраниях анонимных алкоголиков? Видели в кино, да? Что они делают? В первую очередь они встают и говорят, здравствуйте, я Александр, и я алкоголик. Признают эту проблему. Проблему можно решить только тогда, когда вы признали ее наличие. Это означает принять. Принять, что это есть почва для работы, пространство для роста. И вот это означает принять себя. Потому что большинство людей боятся даже сделать себе такую оценку. Боятся, потому что это как бы стигма, это клеймо, с которым ничего больше нельзя сделать. Как раз наоборот. Если вы признаете, вы можете это сделать. Поэтому, если вы говорите, я эгоист. Это уже говорит о том, что вы на пути к тому, чтобы перестать эгоистом быть. Потому что те, кто говорят, не, я не эгоист, и в страхе отрицают это, у них нет никаких шансов. Нет никаких шансов измениться. Если человек говорит, я все знаю, его невозможно ничему научить. Если человек говорит, я что-то не знаю, его можно чего-то научить. И мне нравится определение Будды, который говорил своим ученикам. Не говорите, не знаю. Говорите, я не успел узнать. Я вам говорю, как и один святой человек говорил, у каждого грешника свое будущее. И у каждого праведника свое прошлое. Это означает, что любой человек, который достиг каких-то высот в любой области, хоть в моральной, хоть в материальной, у него было свое прошлое, он начинал с нуля. И у любого грешника, у любого человека, который не обладает качествами, есть свое будущее. И у вас есть свое будущее. Признайте его. Вот это ответ. Жена уже смотрит на меня так. Это означает, что она уже устала слушать. Если она устала слушать, значит и вы устали слушать. Потому что моя жена самая благодарна, мой слушатель. Я ориентируюсь на нее. Поэтому спасибо вам большое за вопросы. Оставьте их. Извините, что я не ответил не на все. Но мы поговорили сегодня с вами об очень важных вещах. Мне понравился разговор. Надеюсь, он понравился вам. Если он понравился, напишите, пожалуйста, в комментариях к записи этого эфира в ленте, чем вам понравилось и что бы вы хотели еще, на какие темы поговорить. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хороших выходных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...